Добрый день, друзья мои зрители, с вами доктор Константин Сегодня тема лекции в руках Следующая пища и спазмы Кто-то скажет, что это болезнь писарей Когда были полковые писари Когда учителя чаще всех держат ручки в руках И, конечно же, от перенапряжения пальцев рук И самых верхних конечностей у человека Начинаются неврологические, скажем так, изменения Которые приводят, скажем, к тем или иным судорожным сведения пальцев Нарушение пальцев рук, нарушение, то есть напряжение рук Преизбыточное физическое напряжение пальцев рук Некоторые сейчас уже люди жалуются От компьютерной мышки уже начинают у них сводить судорогу Которые проводят, скажем так, 24 часа с компьютером Нормально ли это, не нормально Вам мы сами ответим на этот вопрос Ну, конечно же, частенько движение кистями Вот это программисты, это машинистки, это музыканты Ну, все это относится к неврологии Что необходимо делать человеку? Вы знаете, человек должен уметь расслаблять свои верхние конечности Если он это не умеет, то сразу говорю Пища, спазм может преследовать каждого человека Почему? Потому что научились мы напрягаться Вот расслабляться человек не научился Я подумал, он должен учиться этому Самое простое упражнение это Пытайтесь чаще встряхивать своими руками Верхними конечностями и кистями Тем самым опуская их вниз и чувствуя, что они расслабляются Тем самым вы гоняете ту энергию, которая Что и дает напряжение вашим верхним конечностям И точка ВЦ-17 Танчжунь вам в помощь Также в помощь диагностика 12 меридианов Почему? Потому что по верхним конечностям Проходит 6 основных меридианов В каком состоянии? Какую энергетику породил человек С различными напряжениями верхних конечностей? В избытке данной энергетики Которая воспалена, либо в недостатке Потому что человек ее сам что и угнетает Данная информация вам в помощь Диагностика 12 меридианов вам в помощь И точка ВЦ-17 Танчжунь вам в помощь Для профилактики и лечения пищевого спазма Более подробно анатомия вам в помощи Что такое пища спазм Спасибо за внимание